Канал Игоря Павловича внимательно следит за ситуацией с монетами знака Зодиака. И что можем сказать? Это, конечно, шок. Со всех городов Казахстана коллекционеры присылают картинки. Огромное количество отслоений по солнышку. Находят и другие виды браков. В конце этого видео внимательно смотрите. Один из коллекционеров детально сделал разборку по другим бракам, которые он нашел на этих монетах. Но все-таки самая большая проблема – это отслоение солнышка на этих монетах. Есть люди, которые купили два комплекта из 24 монет, если я не ошибаюсь, 13 или 14 монет нашли с браком. Вот перед вами картинки этих монет. Дальше коллекционеры расскажут более подробно. Сами на своих видео смотрите далее. Ну и ждем ответа от Монетного двора и Национального банка. Монетный двор обещает дать ответ к концу недели. А пока технологи на Монетном дворе ломают голову, как возник этот брак и как решить эту проблему, один из наших коллекционеров уже эту проблему решил в шуточной форме. Смотрите внимательно видео и ищите ответы на свои вопросы. Чуть-чуть сделали и все, яичница, солнышко на месте. Еще раз берем тряпочку специальную, прижимаем ее. И делаем контрольное прижатие по всему периметру. Все, солнышко на месте, без никакой паники. Все, монетка идеальная. Так, первая монета с пятном на три часа. Это знак у нас Водолей. Так, вторая монета с разводами между Танталом и Серебром. Знак Зодиака. Телец. Телец. Так, третья монета, отслоение. Так, не видно. Сейчас. Отслоение. Знак Зодиака. Лисы. Четвертая монета. Стрелец. Стрелец. Тоже отслоение. Отслоение. Вот у нас. Пятая монета. Лев. Отслоение тоже. И шестая монета. Рак. Тоже отслоение. Что самое любопытное, фотографии с отклеенным солнышком приходят не просто из разных городов. Многие коллекционеры обнаруживают этот дефект не на первый, не на второй, а на третий, четвертый, даже пятый день. Когда монеты уже достали, поставили на видное место, наслаждались их красотой, прелестью. И потом, после выхода ролика, стали внимательно приглядываться к ним, стали обнаруживать, что солнышко тоже отклеивается. Ну, некоторые коллекционеры пошли еще дальше. Они стали, после того, как обнаружили отклеившееся солнышко, стали еще более придирчиво относиться ко всем деталям на монетах. И обнаружили еще другие дефекты. Это пятна различные, небольшие царапинки. Все это на фотографиях, в этом ролике вы можете увидеть и оценить. Добрый вечер, уважаемые коллеги. На связи Петропавловск. 18 декабря 2018 года. 10 минут 7 вечера. Хотелось бы сделать небольшой обзор на новую серию монет Республики Казахстан. Серия знаки Зодиака. Полные коллекции приобретены в количестве двух штук. То есть, две серии по 12 монет, 24 штуки. До сегодняшнего дня я считал себя счастливым обладателем двух новых коллекций. Почему до сегодняшнего? Потому что я их, кроме как в нацбанке, больше не открывал. Я их посмотрел. Все вроде бы было визуально нормально. Я посмотрел свою коллекцию, серию. Супруга свою. Она бегло посмотрела. Я так более-менее внимательно. Но все равно ничего я не заметил. Соответственно, в чеке, выдавая нацбанком, я расписался в их экземпляре, что претензий не имею. Получил свой чек. Все как бы нормально. До того момента, пока не стала появляться информация, что монеты имеют ряд дефектов от слоения, отклеивания, или как это правильно назвать, не знаю. В данном случае, так называемое солнышко. И решил сегодня посмотреть свои монеты. Убил на это 2 часа времени выходного дня. И что у меня получилось? Из 24 монет я выделил 10, из которых 6 с отслоением, так называемым. У двух монет, причем одинаковые монеты, это стрельцы. У них одинаковый дефект. Об этом расскажу позже. Я думаю, что этот дефект присутствует на всех монетах. Именно стрельца. Потому что у меня на двух монетах и в одном месте это какой-то производственный брак, скорее всего. Что-то такое механическое воздействие какое-то было, скорее всего. И на двух монетах идут потертость об капсулу. Рельеф рисунка на танталовой поверхности, ближе к центру капсулы получается. Монета там шевелится, колеблется, колышется, кому как удобно. И она трется об плоскую поверхность капсулы. Упоров никаких по бокам нет, как на некоторых монетах было. Что упоры стоят. И когда капсулу закрываешь, монета более-менее фиксируется. Здесь получается, что она колышется и трется об капсулу. Капсула, скорее всего, имеет дефект вогнутости вовнутрь. Ладно бы выпуклость, ничего страшного. Она вогнута вовнутрь и достает до рельефа покрытия краской или пленкой. Что это? Оно трется и скорябывается капсулой и скорябывается монета. То есть монета фактически получается уже убитая. Она не имеет уже никакой красоты, потому что на ней есть пятно. В самом видном месте по центру. Но обо всем будет по порядку, все расскажу. Но как-то так. Монеты продавались у нас, как вы видите, в белых транспортировочных коробках, как оказалось. Что многие, кто представляли, показывали в группах, в интернете. Они идут в зеленых, как бы подарочных. Ну, у нас они в данном случае подарочные коробки. Вот выдавались вот так на руки. Вот здесь их 24 штуки на два комплекта. А у нас выдавались в таких белых коробках. Сверху написано именование, в данном случае стрелец. И номер сертификата 474. Монеты я предварительно достал из так называемых коробочек. Чтобы проще было все это дело смотреть. Так, ну что ж, продолжим наш обзор. Так, по порядку выбрать монетки. Так, монета РАК. У нее ярко выражено, видно так называемое отслоение. Такое достаточно сильное. Порядка полтора миллиметра, наверное, загиб. Дальше монета Водолей. У нее немножко поменьше. Ну, видно. Тень от отслоившегося солнышка. Чтобы ее вертить, она более заметна. Затем у нас идет Лев. У него тоже не так сильно, но все-таки есть. Да, я там в начале, в первой части оговорился. Сказал, что шесть монет со слоением. Нет, на самом деле их пять. А шестая монета, там будет немножко другой дефект. Так, дальше у нас Овен. Здесь тоже отслоение. Это у нас четвертая монетка. Так, пятая монетка будет Водолей. Здесь Самая маленькая, но все-таки Все-таки есть. Есть отслоение. Его Тяжело передать камерой, но Оно есть. Так, посмотрели мы пять монет со слоением. Теперь следующий вид Дефекта. Это брак. Это монета рыбы. Не знаю, насколько будет здесь видно или нет. Я коллегам передам более увеличенные фотографии. Они, наверное, в ролик потом вставят. Вот В этом месте Если приглядеться, Ну, слабо видно. Черная такая точка. Там на самом деле Волосок такой изогнутый, Который приклеен Прямо в это солнышко. Он вклеен и закрашен. И там Это недоработка в процессе Изготовления Так называемых солнышек. Затем идет Скорпион. На фотографиях, конечно, Все это лучше видно. Но вот если присмотреться, Как бы Вот эти кольца у него на спине И на одном Вот видно вот это вот Светлое пятнышко. На монете оно очень сильно видно. Это покорябана и капсула И стерта на монете. На фотографиях все это лучше видно, конечно. Затем идет Лев На нем тоже Слабо, но видно. Вот в районе Уха Вот по внешнему радиусу Вот здесь вот Вот оно Темное пятнышко Вот здесь Прямо на ребре И есть еще Вот в этом месте Но опять же Камера здесь не так передает На фотографиях со вспышкой Они прям эти места Прямо блестят Тоже это Это все дефект капсулы Так и Четвертый вид Так называемого дефекта Это На двух монетах Стрельца В одном и том же месте Не знаю Насколько камера передаст Вот В данном случае На 9 часов Вот место стыка Двух металлов И до вот этой стрелочки Идет ровная Такая черточка Линия Как ее будет видно Она вот выглядит Как Как царапина Не знаю Камера такая Что не дает Фокусировать Это Специфическая камера Ну вот Видно Эту полосочку Видно Вот в этом месте Вот в этом месте Дело в том Что она На обоих монетах Я думаю Что она У всех есть У кого есть Посмотрите Монеты Под увеличительным стеклом Там идет Такая характерная Надрыв Не надрыв Не знает Царапина Что От чего Вот Более-менее Видно Идет От стыка И выступает Буквально На полмиллиметра За Острие Стрелы Что на двух монетах Это есть Конечно На дизайне Казахстанский монетный двор Сэкономил Не знаю Что стало С руками Тех мастеров Которые делали Такие замечательные монеты Хотя В выпуске Восемнадцатого Года Очень красивые Замечательные монеты Получились Профлайк И серебряные Небесный волк Очень красивая Замечательная Монета Соболь Замечательная И что-то Вот Самая ожидаемая Серия Самые ожидаемые Монеты Все новогоднее Настроение Так говоря Как сказать Испорчено Во-первых Дизайн Так себе На три с плюсом А во-вторых Еще все омрачилось Вот этими Вот Вылазивающими Какими-то дефектами Ладно бы Это еще в банке Обнаружилось Что можно сразу Поменять Вернуть А дело в том Что это все Обнаружилось Уже дома Все это Вылезло Уже Обнаружилось Дома Повторюсь Да Там я посмотрел Все было нормально Ну вот Так почему-то Нас Заставил Казахстанский Монетный двор Расстраиваться Что люди Конечно Многие Огорчились Особенно Те Кто Взял Для дальнейшей Реализации Перепродажи Продвижения Как говорится Товара В массы Ну Вот Такой Дефект Я думаю Казахстанский Монетный двор Нормально На это Отреагирует Проведут Не знаю Работу Над ошибками И должны Как бы Поменять Все-таки Эти монеты Или изъять Что-то Должны с ними Сделать Потому что Это Очень Такой Серьезный Звоночек В отношении Качества Выпускаемых Монет Нашей Республикой Цена Растет Качество Падает Вес Уменьшили Упаковка Никакая Могли бы Оставить Все равно КМД Мог бы Оставить Стандартные Коробочки Под монеты Либо Же Хотя бы Такие Какие Были Использованы На Суинше На Профлайки Если Решили Изменить Вид Дизайна Коробок Либо Стандартные Старые Монетному Двору Все равно Нужно Прислушиваться Коллекционерам Советоваться Как-то Что-то Обсуждать Сообщать Это Все Будет Делаться Конечно Лучше В лучшую Сторону Я так Думаю Хотелось Бы Конечно Вы Выпускали Интересные Красивые И Самое Главное Качественные Монеты Пусть Были Даже Данный Вид Монеты Этой Серии Пусть Бы Без Тантала Чисто Серебро И Было Бо Мне Кажется Намного Лучше Чем Сложнее Делают Тем Больше Брака И Тем Это Все Чревато Вот Так Отражается Волазит Не Известно Что Будет Еще С Дальше Как У Серии Космос Места Стыков Монет Конечно Они Где-то Покрылись Окислением Или Патиной У Многих Этот Дефект Присутствует Хотелось Бо Чтобы КМД Думал О Коллекционерах И О Рынке Монет О Своем Статусе Ну Вот Такой Небольшой Обзор Всем Счастливо Ну Еще Раз Хотим Сказать Что Денис Окиншин Коллекционер Из Астаны Продолжил Свои Смелые Эксперименты И Вот Уже Почти Неделю Выносит Свои Монеты Этой Серии Зодиак На Мороз Потом Заносит В Квартиру Создает Им Экстремальные Условия Для Того Чтобы Убедиться Что Действие Температуры Никак Не Сказалось На Отслоении Солнышка И Его Предположение В принципе Подтверждается То есть Причина Отслоения Солнца Совершенно В другом Не В Перепадах Температур Ну И Коллекционеры Все Ищут Ищут И присылают Фотографии Вот Сейчас Как Вы Видите Очень Длинный Ролик Получился Спасибо Вам За Терпение Что Вы Смотрите Его До Конца Не Забывайте Ставить Лайки Этому Видео Если Вы Находите Что-то На своих Монетах Также Присылайте Нам Будем Пытаться Всем Коллекционерским Сообществом Как-то Решать Эту Проблему Возможно От клубов Коллекционеров Которые Существуют В Казахстане Будем Писать Запросы В Национальный Банк Для того Чтобы Обязать Национальный Банк Осуществить Замену Бракованных Монет Которые Купили Коллекционеры Потому Что Если Мы Сейчас Промолчим То Купленные Вами Монеты Так и Останутся У вас На руках И Соответственно Потеряют Свои Стоимости А ведь Многие Коллекционеры Да и Не только Коллекционеры Очень Серьезно Вложились В эти Монеты